Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас разнообразие. Мама приготовила обалденный десерт, который готовится буквально за 5 минут, не считая время выпечки. Очень просто готовится. Рецепт будет внизу в описании. Обязательно переходите, смотрите, потому что реально очень просто. Смотрится красиво, выигрышно и очень вкусно. Я за кадром уже один схомячила. Основное блюдо у нас пельмени. Пельмени в сливочном соусе, еще и в сыре. Так получается очень калорийно, но реально очень вкусно. Кардинально отличается от обычных пельмешек. Правда, много не съедите, но очень вкусно. Вкуснотища. Еще сверху немножко посыпали зеленью. Погода у нас отличная. Просто можно в шортах ходить. Настроение супер. Я это говорю, потому что некоторые интересуются, некоторым уже надоела тема с моим котиком. Я это прекрасно понимаю. Твикс уже идет на поправку. Мы питаемся только специальным питанием, которое прописал врач. Сколько на животных спасает вообще? Я подписана на ее инстаграм. Но с личной страницей. Иногда я просто говорю, что я, например, подписана на этого человека, на того человека. Многие заходят ко мне в инстаграм и говорят, что ты врешь, ты не подписана. У меня есть просто личная страница. Есть вот эта. И вот с личной страницей я подписана на ветеринар. Сегодня я хочу поотвечать на ваши вопросы. Давненько мы так не делали. Тем более, когда я ставлю опросник, люди задают вопросы, на которые я ранее не отвечала. А так я постоянно говорю об одном и том же. Жанет задает вопрос. Жанет, тебе огромный привет. Спасибо за такой актуальный и интересный вопрос. Здравствуйте, Айнур. Спасибо вам за частые видео. Вам спасибо за то, что смотрите. Как относитесь к ставкам, лотереям и другим лохотронам в интернете. Я заметила, что Дом-2 тоже рекламирует ставки. Фонд Бет или как это правильно называется. Каждый человек решает, конечно, сам. Но я категорически против любых азартных игр, всяких лохотронов там. Даже, когда я играю в игру, я туда никогда деньги не вкладываю. Однажды, похожая ситуация была с племянником моего брата. Есть сын, который играет в какие-то стрелялки. И он говорит, мне нужно там, не знаю, 50 рублей. Условно говорю, какая-то небольшая сумма, чтобы купить какой-то автомат. И мой брат сказал, за эти 50 рублей я тебе могу купить все, что угодно. Но деньги в игру вкладывать нет. Вы знаете, это очень правильное воспитание. Не надо приучать детей к легким деньгам. А вообще, вот эти азартные игры, это все, мне кажется, в какой-то степени даже болезни, которые нужно лечить. Это зависимость. Кто-то может себя контролировать, а кто-то не может. Я не могу припомнить, когда я играла в какие-то игры, вкладывала деньги за всю жизнь. Даже особо, знаете, в этих гивэвэях даже не участвовала, в которых, по идее, ты ничего не вкладываешь, а просто можешь что-то выиграть. Либо мне кажется, либо в последнее время этих розыгрышей среди блогеров стало очень мало. Мне кажется, это уже так не работает. Люди как бы не особо участвуют, поэтому рекламодатели остаются недовольными. Обещанного прихода не бывает. Мне самой тоже пишут блогеры, крупные, да, не такие, как я, а реально миллионники, и предлагают свои услуги участвовать в гивэвэях, там просто пиар какой-то. Но мне вот честно, вот кладу руку на сердце и говорю, мне темпы развития моего канала, мои просмотры устраивают вот так вот. То есть отлично. Больше даже и не надо. Нормально. В связи с последними ситуациями, там у них скидки, чуть дешевле. Но даже по скидке мне оно не надо. И в этих гивэвэях, даже куда деньги вкладывать не надо, все равно я помню, что Бу ни разу не участвовала. Блогеры часто это преподносят так, что я сама дарю подарки вам. На самом деле это не так. Скидываются спонсоры. Здесь внутри ананас. Раньше каждый месяц у кого-то гивэвэй. Ну что же, приходилось отписываться от человека. Постоянно она говорит про этот гивэвэй, в котором ты не участвуешь. А сейчас их стало очень мало. Года два назад мне предлагали устроить гивэвэй на моей странице. Мне сказали так. Будут небольшие боксы с косметикой. Вы сможете порадовать своих подписчиков. А они взамен должны подписаться на спонсоров. То есть я от этого ничего не получаю. Я получаю только то, что мои подписчики получают призы. Им надо подписаться на 100 человек. чтобы получить какой-то бокс с масс-маркетом. Мне кажется, скорее всего они хотели у меня сделать просто бесплатную рекламу а деньги положить себе в карман. Даже не год назад давно было. Это все в моем инстаграме. потом я подумала зачем люди будут подписываться на эти 100 человек и люди еще будут думать, что я наваливаюсь на них. Я просто не настолько крутой, так скажем, крупный блогер, чтобы мне платили пару лямов за эти интеграции. я просто за свой счет купила косметику и не нужно было ни на кого подписаться. Я просто ставила эту косметику в инстаграм и кто первый ответит на историю, тот чисто случайно получал всю эту косметику. не подписываться, не лайкать, ничего не нужно было. Но подарки были тоже небольшие. Там палетка от Revolution, например, блеск для губ или, например, палетка от Colourpop и пудра. все было в пределе где-то 30 долларов. Я столкнулась с такой проблемой, что одна девочка, я уже не помню там подробности, у меня вообще очень плохая память. Я помню, что она несколько раз переносила встречи. Нам надо было встретиться, чтобы я ей передала. Она живет в Баку. Вот представьте, я уже выхожу из дома, чтобы доехать до нее. Она говорит, у меня срочные какие-то дела. На следующий день у нее опять какие-то дела. А потом, наконец-то, мы встретились и она опоздала на 40 минут. немножко было это неприятно, что люди получают это в подарок. По идее, они сами должны приехать, забрать с такой радостью. Но я бы лично обрадовалась, если мне кто-то подарил 30 долларов. Единственная одна девочка подарила мне коробку. Малипусенький такой блокнотик, очень красивый. Я вот сколько лет прошло, давненько это было, у меня тогда мало подписчиков было. В общем, этот блокнотик до сих пор я храню с такой любовью, трепетом. Каждый раз, когда я беру в руки этот блокнотик, я вспоминаю ее. Кстати, насчет блокнотика. Еще кое-что расскажу. Этим летом, еще до смерти бабушки, где-то за неделю до ее смерти, я шла от лазерной эпиляции. И по дороге я встретила подписицу, которая подошла ко мне и говорит, Айка, подожди, вытащила из портфеля листок, ручку и говорит, распишись мне на память. Мне реально в такие моменты становится так неудобно. Не знаю, никогда так не делайте. Если вы увидите меня где-то, никогда так не делайте. То есть для меня как-то не знаю, неудобно, что у меня хотят автограф. Автограф можно хотеть, не знаю, у Анжелины Джоли, там не знаю, у Ольги Бузовой, но не у меня, да? И мы стояли, в общем, там, куда я хожу на лазер, напротив есть магазин Лекал. Там продаются всякие блокнотики, канцелярии и так далее. Я там очень много всего покупаю, все свои блокноты покупала там. Я ей говорю, давай на минуточку зайдем в Лекал. И она такая, зачем, давай? Я ей говорю, выбирай любой блокнотик. И она мне такая, ой, ничего не надо, Айка. Я говорю, выбирай, а то я выберу сама. Она так и не выбрала. Я выбрала на свое усмотрение с единорожками. Такой розовенький. В формате А5. Купила его. Взяла ручку. Написала на этом блокноте, ну, как внутренней части, там вот этот белый лист бывает. Там написала для Наргиз от Айки. И расписалась. Говорю, вот так вот я согласна. Знаете, почему именно блокнотик? Потому что мой блокнотик от подписчицы, каждый раз, когда я его беру, я реально ее вспоминаю. У меня очень теплые, как бы, теплые воспоминания. Обычные люди, зрители, скорее всего, меня не поймут. Им покажется это как-то странно, возможно, высокомерно в какой-то степени. Но ты можешь купить до хрена блокнотиков сама. Но вот этот вот маленький блокнотик или ручка от подписчиц или письмо ее, это для тебя как на вес золота. Я наелась, честно, очень калорийно, очень вкусно. Десерты просто обалденные. 5 минут и вот такие вот готовые, офигенные десерты. Обязательно переходите, готовьте. Уверена, что вам понравится. Также загляните на этот рецепт, если вам интересно. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.